Добрый вечер, мои маленькие друзья! Сегодня я хочу прочитать вам сказку, которая называется «Арысь в поле». У старика была дочь-красавица. Жил он с ней тихо и мирно, пока не женился на другой бабе. А та баба была злая ведьма. Не взлюбила она падчевицу и пристала к старику. Прогони ее из дома, чтоб ее глаза мои не видели. Старик взял, да и выдал свою дочку замуж. Живет она с мужем и радуется. И родился у них мальчик. А ведьма еще пуще злится. Зависть ей покоя не дает. Улечила она время. Обратила свою падчевицу в зверем Арысь в поле и выгналась в дремучий лес. А в падчевице на платье нарядила свою родную дочь и подставила ее вместо стариковой дочери. Так все хитро сделала, что ни муж, ни люди, никто обмана не заметил. Только старая мамка одна смекнула. А сказать боится. С того самого дня, как только ребенок проголодается, мамка несет его к лесу и запоет. Арысь в поле, дитя кричит, дитя кричит, пить и есть хочет. Арысь в поле прибежит, сбросит свою шкурку под колоду, возьмет мальчика, накормит, после наденет опять свою шкурку и уйдет в лес. Куда эта мамка с ребенком ходит, думает отец. Стал он за ней присматривать и увидел, как Арысь в поле прибежала, сбросила с себя шкурку, стала кормить малютку. Отец подкрался из-под кустов, схватил шкурку и спалил ее. Ах, что-то дымом пахнет, не как моя шкурка горит, говорит Арысь в поле. Нет, отвечает мамка, это верно, дровосеки лес подожгли. Шкурка сгорела, а Арысь в поле приняла прежний вид и рассказала все мужу. В тот час собрались люди, схватили ведьму и прогнали ее вместе с ее дочкой. Вот такая вот сказка. А сейчас я вам желаю всем спокойной ночи.